Что такое жизнь? Испытания, муки, страдания? Или радость, удовольствие, счастье? А разве бывает только что-то одно? В жизни нередко всё переплетено и чередуется. Светлые дни мы принимаем как должное. В периоды с оттенком чёрного, кажется, земля уходит из-под ног. Поднимая глаза к небу, спрашиваем, за что? И для чего поправляют люди мудрые, прошедшие сквозь череду жизненных испытаний? И понимающие, что каждое таковое – урок. Два года назад на территории Астраханской области начали действовать три местных российских военно-исторических общества. В совет Ахтубинского местного отделения вошли шесть человек, в их числе Леонид Гетманцев. Немного писатель, немного поэт, так само себе говорит Леонид. Кто-то знает его как корреспондента Знаменской газеты «Диалог», кто-то как интересного коллекционера. Вот всё-то вам, Леонид, интересно, и не только как стороннему наблюдателю. Во всём, что интересно, вы пытаетесь поучаствовать. Вот откуда такое желание во всё вникнуть, ко всему прикоснуться? Наверное, интерес, тяга к жизни. Немножко узнать окружающее, нашу действительность, наше прошлое. Ну и оставить какой-то след, наверное, в истории после нашей жизни. Интерес вы проявляете ко всему. И к тому, что происходит, и к тому, что происходило когда-то. Вот откуда такая жажда узнать то, что было когда-то, давным-давно? Неужели это действительно важно? Интерес с детских лет как-то прививался и бабушками, дедушками, и родителями, и школьными учителями. Ну, я вот так вот считаю, что если в ребёнке подмечена какая-то черта, её надо развивать, как-то наталкивать. Ну, может быть, по мне это развили вот в детском возрасте. Поэтому и так жизнь пошла с интересом во всему нас, окружающему. История жизни любого человека начинается с детства. Что интересного было в вашем детстве? Кто вас окружал? Кто те люди, которые и научили вас ходить в прямом смысле этого слова и повели дальше по жизни? Ну, сам я местный, коренной, уроженец. По отцовской линии отсюда, с Владимировки тогда ещё. С Лобода. С Лобода, Владимировка. А по материнской линии с села Болхоны. Слава Богу, дедушки прошли войну, остались живы. В этом плане не был обделён таким мужским, мудрым таким вниманием. Дедушка, с ним много я ходил, гулял по Владимировке тогда. И он мне всегда показывал пальцем, обрати внимание, вот на этот дом. Там-то было то-то, а здесь в такие-то времена располагалось то-то. Какие дома остались в вашей памяти? Что там было? Дома остались. Ну, вот место, которое сейчас, конечно, там уже другое здание стоит. Ну, вот дом моего прадеда, это пересечение улиц Волгоградская и Гастелло. Сейчас там магазин... Натали? Натали, да, вот Натали. Когда-то был дом быта до этого. Вот на этом месте вот было подворье моего прадеда Алексея. С детства помню амбар, который стоял там во дворе из крепких таких брёвен. Вот дед мне всегда говорил, вот здесь наше, так сказать, родовое. Мы отсюда пошли. Показывал другие места. А дед говорил, что вот это наше родное такое место, да? Потому что потом уже не жили в этом доме? Да. Перед войной в 30-х годах прадед уехал к своим дочерям в Астрахань. И там остался, там умер. Ну, а дедушка, когда с бабушкой поженились, они, естественно, там свой дом поставили недалеко. Ну, и остальные братья-сёстры, которые здесь жили, в Ахтубинске, тоже каждый имел своё подворье. Вот. В Болхунах тоже в детстве очень часто бывал. Родственников очень много. Семьи же тогда были большие очень. Вот где, что и как. Вот какие-то там интересные места, связанные там с детством, вот бабушек, дедушек, где что было. Что там было? Кем были ваши предки? Чем они занимались? Ну, вот по отцовской линии. Вот прадед Алексей, он был скотоводом. Держал большое стадо скота крупного рогатого. Была небольшая своя бойня. Вот занимался мясом. А со стороны, тоже по отцовской линии, ну, уже по бабушкиной, да? Вот. Там прадед, даже прапрадед был кузнецом. Была своя кузня. Была своя нельница. То есть, занимались все таким трудом. А что он делал? Какие вот изделия в своей кузнице изготавливал? Что говорили? Что знаете? Ну, сельскохозяйственные орудия – это серпы, косы, опять же, подковы, гвозди, кованые гвозди, вот эти все скобы и так далее. Самое нужное и необходимое. Да, то, что необходимо было в хозяйстве. Еще, значит, прадед жил на месте, которое называется Ардаган. Вот там родился дед как раз Иван на Ардагане. Потом и мы там жили, уже когда отселение оттуда произошло, стал вот военный городок, там появились первые финские домики, бараки. Вот тоже в тех местах жил. Дедушка, когда приезжал туда на Ардаган, вот выходили вместе на обрыв, он показывал. Вот я здесь в детстве был. Там в то время еще находились очень много ям, с которых брали глину. То есть такая, ну, как бы промышленная часть, где делался кирпич для местных нужд. А в Болхунах дедушка занимался рыболовством. Он всю жизнь был в артеле. Все были людьми рабочими, а с вами время они проводили каким-то образом, что-то рассказывали, наставляли, напутствовали. Кем они видели вас? Ну, я не знаю, кем они меня видели, но, по крайней мере, не бездельником, так можно сказать. Приобщали к труду, потому что, ну, в то время у каждого был огород, было какое-то подсобное хозяйство. Сажали картошку в займище, обязательно всей семьей ездили и сажали, и потом пололи, и убирали этот картофель. Так особо не наставляли. Ну, единственное, что бабушка, вот по маминой линии, была очень набожная. Водила меня в церковь. Вот первое, наверное, моё такое желание профессии какой-то в жизненном пути, это быть священнослужителем. Нравилось, привлекало это, вся торжественность обрядов, строгость. И вы думали, что будете священником? Да. Ну, потом жизненные, так сказать, какие-то пути другие. Следующее избрание профессии – это пожарный. Двоюродный брат моего дедушки, он служил как раз вот в пожарной охране. Часто приходили к нему в гости со своим дедом, поднимались на колокольню, на пожарную вышку. Обзор всей округи, почему-то меня увлекало эти красные пожарные машины. Долго была такая мечта. А потом, вот как-то так получилось, что стал интересоваться историей. Началось, наверное, с того, что сами картинки в учебниках по истории, ещё маленький был, не читал, не писал, ну, картинки видел, рассматривал. Иллюстрации были красивые? Да, красочные иллюстрации привлекли сначала иллюстрации. Вот, ну, если так, сидя на горшке, да, листал эти книжки. Вот, и когда уже научился читать, читал уже учебники за восьмой, девятый класс, вот такие вот. Первый учебник, вот, рассказы по истории в четвёртом классе. В начале лета мне его купили, первому сентября я его прочитал уже два раза, от корки до корки. Выучил всю историю, всю программу, да, необходимую? Ну, и с другой стороны, дома очень много исторических книг. Отец увлекающийся человек книгами, в том числе историческими в большей части. Тоже большая библиотека, было что почитать. Ну, кроме домашней библиотеки, ходил в госпитальную библиотеку, мама там работала, и во Владимировке, в центральную библиотеку. Тоже в основном книги на исторические темы, в том числе и военные мемуары, и воспоминания. Да, вот, хотелось спросить, что больше всего нравится в истории, потому что история очень большая, много периодов самых разных. Какая больше интересна? Ну, как военному человеку, бывших офицеров не бывает, как говорится, да, именно в военные периоды больше всего затрагивает. И не только поэтому, потому что, ну, как в семье, насколько я вот изучал свое, так сказать, древо, все были защитниками Родины, участвовали во многих войнах. И вот такое переплетение и военных судеб, и самой истории, ну, и моя жизнь как военнослужащего, вот, вот, свелось к более такому узкому периоду. Это вот войны. Первая мировая, вторая мировая, промежуточные всякие конфликты, ну, и более туда раньше. Вы так неожиданно сейчас нам сказали, что вы все-таки стали военным, поскольку сначала хотели быть священником, потом пожарным. А что же тогда натолкнуло на то, что нужно идти вот Родину защищать? Вот, а мы живем где, в каком городе? В городе военных. Здесь все окружение такое, сама, ну, жизнь, другое не видели, кроме как вот жизнь среди военных. Это одно. И другое, вот, опять же, семейное, то, что все защищали. То есть по стопам пошли. По стопам, да, по стопам. Но боролся я очень долго, внутри такая была борьба, то ли идти на исторический факультет. Вот, очень нравилась археология, раскопки, изучение каких-то там древностей. И в то же время, ну, когда все окружение, все твои друзья, у нас в классе было, если не ошибаюсь, 16 человек, и 14 из них стали впоследствии офицерами, то само собой как-то вот пересилило это. Ну, хотя тяга к истории, вот она осталась. Осталась уже и воплотилась уже после службы в более такое детальное изучение. Из чего началось вот погружение в историю? Как это? Вы посмотрите, вы и коллекционируете. Что, кстати, вы коллекционируете? Ну, коллекционирую фалеристика. Это значки, награды, настольные медали, монеты. И банкноты, бонны. Почему именно вот эти предметы вас привлекают и чем? Ну, если начать издалека, вот как все мы коллекционеры, вышедшие из филателистов, потому что в детстве это... Марки. Марки, да, это самое было распространенное. Значки. Начинал с филатели, очень долго ей занимался, ну, а попутно и другими видами коллекционирования интересовался. Почему фалеристика? То есть 70-й год, как раз 50-летие нашего испытательного института. Отец принес два памятных знака, выпущенные к этому юбилею. И до этого у меня уже был октябрятский значок. Потом комсомольский, пионерский. Нет, 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 это еще 70-й год. Пока только октябрятский значок и юный друг природы. Вот уже 4 значка, это уже, так сказать, основа какая-то. А кроме этого, в то же где-то примерно время, может, за год до этого, бабушка моя, мамина мама отдала семейные реликвии, награды своего сына моего дяди и дочери моей тети, которые были ими заслужены во время Великой Отечественной войны. Это тоже толчок такой, как вот у дяди была заслужена медаль за отвагу, у тети за доблестный труд. Это самые дорогие, наверное, экспонаты коллекции, да? Да. И как-то тоже повлияло именно вот и на судьбу военных, как стать военным и в то же время, вот как коллекционер уже какой-то есть объем, зачаток, так сказать. А само коллекционирование, оно предполагает знание истории. Потому что ты берешь в руки предмет. Начинаешь его изучать. Интересен, да. Начинаешь его изучать, смотреть. А почему? А что на нем изображено? А когда этот предмет появился, в связи с какой датой или там событием, это уже лезешь куда? В справочник, в учебник, в какую-то литературу. Начинаешь интересоваться, расширяешь свои знания. Интересно, а вот познавать сегодня вот таким образом историю и тогда... Сегодня ведь проще, да? Сегодня проще, намного проще. Ну, раньше, как вот этих всяких справочников, специальной литературы, это было очень ограничено, и где-то, ну, наверное, в крупных городах. До нас не доходило здесь ничего. Тем более для простых таких мальчишек. Сейчас интернет, пожалуйста. Хотя, вот на мой взгляд, ну, то, что там написано, надо верить на 70%. Даже в каких-то вот исторических событиях, трактовке там, то или иного события. Вот. Очень много литературы напечатано, особенно бум, когда вот 90-е годы. На потребу, так сказать, покупателей, да? Да, да, да. Пусть покупает там. Ну, и стало, может быть, сейчас проще издаваться, печатать какие-то свои собственные исследования, делиться с другими коллекционерами. Тем более сейчас существует очень много и форумов, и в интернете, и клубов по увлечению коллекционирования наяву. Проводятся слеты, проводятся съезды, проводятся ярмарки. Только путешествуй, общайся, пополняй свои знания, пополняй коллекцию. Таким образом вы путешествуете? Да, да. Ну, где-то уже, наверное, больше 10 лет путешествую, общаюсь с друзьями, побывал во многих городах, и не один раз в некоторых местах. Проводим там слеты, проводим встречи. И не только между собой, а с воспитательной целью, чтобы привлечь молодежь. А как вы привлекаете молодежь таким образом? Приглашаем на свое мероприятие, показываем, рассказываем. Я все поняла. А какие места вам наиболее интересны? Вот где вы побывали уже, что повидали? Да все интересно, абсолютно все. Вот если взять по Волгский регион, ну, я проехал, наверное, по всей Волге, от Астрахани до Ярославля. Или наоборот? Или наоборот. Было и так, и сяк. И не один раз во многих городах были. Ну, и кроме этого, Северокавказский регион, Ростов, Тульская, Московская области, Башкирия. Еще сейчас так сразу не вспомню. В общем, за Урал вы не выбираетесь пока? Нет, за Урал не выбирался. За Уралом я был один раз, когда служил в командировке. Не понравилось Сибирь. Мороз. Хотя здесь тоже... Бывает крепкий очень, да? Да, бывает крепкий. Ну, там как-то помягче немножко он переносится. Ну, не знаю. В общем, не ваши эти места? Степь роднее, чем Тайга. Степь и теплые края, видимо, раз вы бываете в таких, ну, более местах. Да, более... Я южный человек, меня привлекает. Больше Северный Кавказ, Закавказье там и служил, и потом там три с половиной года жил. Ну, там, конечно, тоже интересная история. Очень интересная история. Я вот хочу так вот сказать, что когда в молодости, ну, некоторые немножко моменты не сразу воспринимаешь, не сразу их понимаешь, как-то не отражается. Ну, даже, не знаю, может, я такого склада человек. Вот для меня, чтобы понять, о чем музей, надо там побывать два раза. Первый раз, так сказать, ознакомительно, а потом уже, когда переваришь, уже конкретно делаешь для себя какие-то... Акцентируешь на что-то там внимание, делаешь какие-то выводы. Так же и Закавказье. Вот служил когда лейтенантов. Ну, может быть, то, что служба немножко была не до каких-то интересов там, исторических фактов, а уже в зрелом возрасте, когда он туда поехал, ну, уже зная, имея представление о обычах, каких-то там истории этих республик, уже смотришь по-другому, уже есть какой-то определенный интерес, направление, ну, чуть ли не планируешь для себя, что вот надо посмотреть, о чем узнать. А тем более, когда сойдешься с людьми, когда видят, что ты человек открытый, вот хочешь познать их страну, их какие-то там особенности, идут навстречу всегда, всегда с гостеприимством встречают, все покажут, все расскажут. И вот, ну, благодаря даже такой вот помощи этих хороших людей, коллекционеров, итогом вот этой жизни в Армении, получилась книга «Банистика Армении», такой вот сборник очерков. Ну, кроме вот этой книжки, были еще публикованы ряд статей во всевозможных печатных изданиях. Вот это вот на тему коллекционирования, плюс история, вот итог. Как коллекционируют? Что вам интереснее, чтобы в вашей копилке было что-то уникальное или чтобы было много экспонатов? Ну, тематическое должно быть. Много, ну, не знаю, я знаю таких коллекционеров, которые вот стремятся… Собрать все. Собрать все, да, какое-то определенное количество. Но если это тематическое, я считаю, что это правильно. Вот есть у меня два таких товарища, которые занесены в книгу «Рекорды России». Это товарища занесена? Да. Вот. Одна коллекционер, она из Ставрополя. Кстати, здесь была, когда мы проводили слет в 16-м году, была персональная выставка, приглашали мы ее в Краеведческом музее. И коллекционер «Шкатулок» Анжелика Шостакова. Вот у нее свой собственный музей, о чем я тоже, так сказать, мечтаю где-то в глубине души. Вот она занесена в Книгу рекордов России как наиболее полная коллекция «Шкатулок». На тот момент сейчас, может быть, и увеличилась, но на тот момент был 101. Не экземпляр, 101 страна. Экземпляров там несколько тысяч. 101 страна. Все континенты, кроме Антарктиды, собраны все континенты. И другой товарищ из Кжели, Сергей Малкин, который вот там родился, там живет, изучает историю вот этого производства фарфора кжельского. Тоже вот буквально здесь в апреле поделился таким известным, что занесен в Книгу рекордов России, как самая такая полная коллекция кжельских изделий. Он бывал у него в гостях, вот и он здесь участвовал тоже в выставках, заочно присылал свой материал. Ну, это красота неописуемая. Просто-напросто. Коллекционеры, какие они люди? Люди любознательные, открытые, общительные. Я, допустим, коллекционирую банкноты от другой тематики какой-то. Я далек, имею общее представление, что есть такой вид коллекционирования. Допустим, календарик карманный. И вот когда сходятся два человека и начинают друг другу рассказывать, мне вот всегда интересно слушать и не только рассказ о своем увлечении, а еще из этого разговора брать для себя что-то интересное. А как он это дело экспонирует? Каким образом он развивает тему? Ведь по-всякому можно представить вот эти вот темы. И наталкивает на некоторые мысли вот такие вот. Как, допустим, представить свою коллекцию в каком-то свете. Ну, вот в банистике я предпочитаю в основном это боны военного периода. Вот первая мировая, вторая мировая. Ну, кроме этого, попутно есть другие банкноты. И вот одно из таких вот общений с календаристами натолкнуло на то, чтобы в год литературы сделать выставку литератора на денежных знаках. Это было два года назад? Да, это было два года назад. Я сейчас покажу. Вот такая вот афишка была. Эта вот выставка проходила и здесь, в нашем Кровеческом музее. И несколько раз я ее вывозил в другие регионы. В том числе в Невинномыск, в Протвино Московской области. Когда кроме городов ничего на банкнотах больше не видел, и портретов некоторых вождей, то литераторы, конечно, не понимаются интересными. Да, очень интересно. Я для себя, когда углубился в эту конкретную тему, открыл для себя очень много нового и интересного. У нас в мире пять женщин, нобелевских лауреатов в области литературы. Так вот, оказалось, что четыре из них, их портреты размещены на банкнотах. Тоже интересный такой факт. До этого я этого не знал. Вот оно, коллекционирование, это расширяет как-то собственные такие знания. Вы сейчас показали книгу собственного издания, да? Да, да, да. Которая называется «Банистика Армения». Это единственная книга, которая... Нет, это не единственная книга. До этого ограниченным тиражом, это был мой первый опыт в таком издании книги, это была, называлась она «История глиц в зеркале флористике». Это о нашем институте испытательном, отражение всей его истории в значках. То, что посвящено и выпускалось вот в части, значит, и в том числе и какие типы самолетов выпускались. Ну, такая вот история, разбавленная или наоборот, коллекция разбавленной историей. Эта книга доступна сегодня? К сожалению, у меня не остался экземпляр. Маленький тираж был на этой книге? Да, маленький тираж. Но я... Все-таки есть такая задумка, столетия не за горами, силами коллекционеров, объединенными усилиями сделать такой вот уже фолиант такой большой. За это время, это уже прошло, ну, лет, наверное, на 10 с того времени. И накопилось достаточно много информации. Если мы сделаем такой вот общим трудом подарок к столетию нашего Глицы, это будет очень прекрасно, я так считаю. Коллекционированием более-менее понятно. А вот как вас занесло в корреспонденты знаменской газеты «Диалог»? О чем вы пишете? Ну, корреспондент, я вот как коллекционер, ну, считаю себя, может быть, коллекционером-исследователем. Если ты исследуешь какие-то вопросы, значит, это надо отдать людям, твоим коллегам, просто... Поделиться? Да, поделиться, поделиться информацией. Предложил, так сказать, свои такие вот знания, да, или как это еще назвать. Пришел в редакцию газеты и говорю, ну, если это будет интересно для читателей, для темы газеты на какой-то странице, я готов делиться и теми, какими-то рассказами о коллекционировании, и военно-патриотической какой-то темой затрагивать. Ну, это в таком ключе. Они пошли навстречу, да, сотрудничали. Я в этом году, вот, единственное, что, наверное, ни разу не публиковался, потому что очень мало времени. А так, на протяжении, по-моему, четырех лет, регулярно, в газетах, в «Орбите». И, кроме этого, статьи публикую в журналах для коллекционеров, специализированные журналы. Это такие вот, как Санкт-Петербургский коллекционер журналы. Ну, вот, в частности, в этом журнале, в этом номере опубликована статья к юбилею службы ФСБ Знаменского гарнизона. Повод был такой, что они выпустили значок к своему юбилею, и вот была опубликована статья, краткая история и рассказ о фалеристике именно этого подразделения. Ну, и другие темы в других журналах затрагиваются. Вот еще есть Вологодский коллекционер. К сожалению, он издавался на собственные средства от главного редактора, энтузиаста-коллекционера из Вологды. Он, к сожалению, умер. Само издание прекратило существование. Ну, и кроме этого, долгое время сотрудничал с газетой «Лавка коллекционера». Был и корреспондентом, и редактором этого журнала. Даже вот попал на... На обложку? Да, на обложку в такой... Где это вы сидите? У вас там телефон в руках. Это как раз мы были в Самаре музеем ВД. Закрытый такой музей, только так вот по каким-то заранее предварительным заявкам. И во время одной из экспедиций вот с коллекционерами организовали нам там посещение этого музея. И как раз вот эта экспозиция посвящена то ли полицмейсеру, то ли это стол губернатора, что-то такое. Вы сейчас сказали, что у вас мало времени теперь сотрудничать с газетой, публиковать какие-то свои материалы. А чем вы занимаетесь? Уж не научной или работой? Ну, научной работой в том числе. Я работаю на полигоне Капустин-Яр в центре ПВО. Испытываем новую технику. Я как связист военный занимаюсь вопросами связи, вопросами автоматизированных систем управления. Им там приходится заниматься не только испытаниями, но и научной работой. Ну, кроме этого, такая вот общественная нагрузка, как Российское военно-историческое общество. Работа отнимает тоже, интересная работа отнимает много времени. Ну, и участие и по линии, так сказать, РВИО, участие и от музея нашего краеведческого во всевозможных научно-практических конференциях, которые проводятся не только здесь, в нашей области, в других регионах. Приходится ездить в разные города, чтобы выступать с докладами. Леонид, наша программа называется «Уроки». Уроки, конечно же, те самые, которые частенько преподносит нам жизнь. Заставляют что-то переосмыслить, как-то правильно, по-другому посмотреть на те или иные вещи. Вот если вы смотрите на свою жизнь и вовнутрь заглядываете, часто вам жизнь преподносила уроки? И насколько они серьезные, насколько они сильные были? Ну, вот, наверное, первый урок такой мне преподнесла жизнь – это будучи еще в школе. Я сделал для себя очень большой вывод, ну, и, наверное, следую этими принципами. Вот, было тогда 14 лет, как раз возраст такой перехода из пионеров в комсомольцы. Ну, в первую очередь принимали хорошо учащихся. Я был не отличником, но хорошистом. Пионерская организация дает характеристику там каждому – достоин, недостоин. Вот, и мне, так сказать, вот, сразу мои товарищи, мои друзья, одноклассники сказали – недостоин. Почему недостоин? Вот. Типа, немножко эгоистичен и свое «я». Вредный такой, значит, вы были для них. Вредный, да. Вот, обладает знаниями какими-то и не делится, не помогает. Не то, что списать нам. Не об этом был разговор, чтобы списать там домашнее задание. А не помогает отстающим, обладая какими-то, в каких-то предметах. Ну, я успевал там и в точных науках, в тех, в коммунитарных. Не делится с товарищами своими знаниями, не помогает отстающим. Это так ваши друзья? Да, да. Это вот глаза в глаза на собрании, на общем классе. Ни учителя, никто не подсказывал. Открыто друг к другу. У нас хороший класс был. Выражали все в лицо друг друга. Так, а что вы с этим делали? Вот. И я переосмыслил, я понял, что да, надо, так сказать, себя шире отдавать. Ну, вы когда вот сейчас говорите, я переосмыслил, а тогда это было обидно услышать, да, друзей? Вначале, да. Вначале было обидно. Как так? Ну, поразмышляя некоторое время, я понял. Да, мне дали урок, с которого надо делать выводы. И в дальнейшем в жизни как-то вот следовать такому, что свое, личное такое, ставить как бы на второй план, а больше отдавать людям, больше помогать, быть открытий, быть шире. Вот это для меня был такой первый жизненный урок. Ну, а в остальном сказать, что вот некоторые так вот, или задают вопрос, или отвечают, как бы ты изменил свою жизнь, там в чем. Нет, я-то, наверное, не менял ни в чем. Пусть те трудности, которые случились, они были бы. Да, пусть они в службе были трудности, в жизни просто, в быту были трудности, но на то она жизнь. Ну, кто идет по гладкой дороге? Такого не бывает. Трудно бывает, наверное, в момент тех самых переживаний, да? Да. А потом, когда немножечко вляжется, все. И главное, чтобы еще вот так вот, тоже для себя такие уроки, это уже из службы, понял, что должны тебя окружать настоящие друзья. Это какие? Ну, которые могут закрыть твою спину. Ну, как из боевой обстановки, вот так вот, что надо полагаться на таких верных товарищей. Но если он тебе друг, если он тебе товарищ, с ним идешь до конца. И со многими из таких вот товарищей, друзей юности, там, молодости, до сих пор поддерживают прекрасные отношения, общаемся. Готовы прийти друг к другу на помощь, приезжаем друг к другу в гости, общаемся. Ну, Леонид, я заглянула в ваши фотографии на сайте и увидела там одну забавную фотографию, ну, с моей точки зрения. Вы празднуете день рождения своей любимой кошки. Там на фотографии ей один годик, а было это четыре года назад, стало быть, в этом году уже, наверное, в тесном семейном кругу отпраздновали кошачий юбилей. И, я думаю, обошлись не только тортиком из вискоса. Ну, честно сказать, пять пятилетних юбилей не праздновали таким тортиком из вискоса, потому что блюдечко маленькое, пять свечек не помещаются. А вообще, вот животные, вот кошки в частности, окружают меня всю жизнь. Вот с детства так было привито, вот эта любовь к кошкам, да и у бабушек всегда были кошки, и отец мой очень любит кошек. И я вот сколько себя помню, всегда вот у меня были коты, кошки, каждый со своим своеобразным характером. А чем они вам интересны? Во-первых, лаской исходит особая какая-то энергия, теплота. Особенно, когда тебе животное понимает, и ты его понимаешь прекрасно. Вот эта нынешняя кошка, можно поставить кофе на кухне, турку и забыть. Как только начнет закипать, она обязательно начнет мяукать, называть, что вы забыли там. То есть это самая ваша кошка, вот эта вот, она вас зовет. Да, вот перед этим был кот, ну, он мне помог, наверное, в каком-то плане привить тягу к знаниям детям своим. Я всегда, я его всегда ставил в пример, я говорю, вот посмотрите, я говорю, на кота. Да, вот языки знает. Два. Три. Кошачий, человеческий. И, ну, кошачий, русский и иностранный. А, два человеческих. Русский для него иностранный. Математику знает. У меня тоже так вот дети спрашивали, как математику знать. Я говорю, ну, он же знает, сколько надо ступенек пройти до своего дома. То есть вы думаете, он не просто идет, он их считает. Да, а почему бы и нет? Ну, детям надо как-то поднести. Географию знает, знает, вокруг дома обойдет, где-то погуляет, он всегда придет. Вот, и вот пение, он мурлычет, орет, когда весна. Вот, и в таком плане, я говорю, а вы же, елки-палки, он животное, столько предметов знает. Вот, а вы не, это помогало, да. Это вы детей так своих учили на таких примерах? Да, на таких примерах, что кот лучше вас, больше знает, а вы ленитесь. А он, ну, и с другой стороны тоже, вот, у дочки не получалось как-то вот с математикой, вот, яблоки, допустим, с грушами, там, вместе, ну, в первом классе. Разобраться с этой корзинкой, да. Да, их там, сложить, поделить. Вот, я говорю, тогда на примере кота, вот, у кота три блохи. Он вышел во двор, там, встретил другого кота. Поделился. Поделился. Минус одна, сколько осталось? Две. Здесь все считалось хорошо. Как только доходит до задачки, сразу трудности. Я сразу говорил, блохи, вот, видите, переворачиваю в голове, там, эти груши, яблоки, там, в блохи. Все пошло, все пошло. Вот так вот животные помогают. И с помощью блох до чего вы доучили своих детей? Ну, доучил до того, что получили высшее образование. Сейчас самостоятельные люди живут отдельно. Достигли каких-то, ну, своих успехов, трудовых, каких-то там. Ну, еще, конечно, не верхнюю планку, но идут по ступенькам. Мечта. Вот мечта, ну, не знаю, несбыточная, но хотя, если долго думать, мысли материальны, да. Мысли все-таки материальны, вы в этом уверены? Все-таки материальны. Я думаю, что материально может быть такое-то и осуществиться. Что? Вот. Ну, хочу построить здание, подарить музею. Нашему районному историкам, краеведческому музею. Да, чтобы не ютились они в этом маленьком помещении. Ну, рассказывать есть о чем, есть много экспонатов. Вот, к сожалению, помещение не совсем соответствует тем нормам. Особенно, когда вот поездишь по разным городам, посмотришь, какие музеи. В других городах, даже небольших, а еще меньше, где вот представлены интересные всякие экспозиции. Хоть бы в нашем краю вот тоже был такой интересный, своеобразный музей. Вот. Ну, и не знаю, может быть, потом, если дети не разделят, или внуки там моего увлечения, чтобы это передать, так сказать, музею. Ну, еще интерес, вот, работа по линии военно-исторического общества. Это, конечно, она нужная работа, полезная работа. Сейчас, вот, в последнее время, как-то, ну, может быть, раньше не обращал, потому что общества не было. Вот. Ощущается повышенный интерес людей к своим корням, именно вот военным корням. Найти там деда, прадеда, кого-то из родственников. Открыто, не все, конечно. Да, 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 но они не позволяют, вот, в полной мере проследить судьбу. Очень многих судеб остались неизвестными, вот, и до последнего момента люди не знают, где там погиб похороненных родственник. Каким путем шел, да, какими военными. Да, 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 вот именно вот эта работа, ну, и сам начал еще до вступления в наше местное отделение общества по тому же 72-му бронепоезду проследить вот судьбу тех людей, которые покоятся в братской могиле возле мясокомбината. Вот, вот, три с половиной года исследовал книга о них, о их жизненном пути, но должен сказать, что даже вот с тем мероприятием, которое прошло в октябре прошлого года, и изданием книги, и всего прочего, работа не остановилась. Работа продолжается, уже за это время нашлось еще два человека, родственники тех бойцов, которые похоронены у нас здесь, и тоже не знавшие о судьбе своих родных, своих вот отцов и дедов. Тут сейчас приходит очень много писем из разных даже уголков страны, вот в месяц бывает одно-два письма, это обязательно, которые просят разыскать захоронение там своего какого-то родственника, или пояснить, а не здесь ли он погиб. Вот, вот, тоже такая работа исследования вот этого, потому что много даже из тех захоронений, которые у нас есть, остаются неизвестными, и вот силами общества вот такую работу проводим, разыскиваем, восстанавливаем имена на этих памятниках. Вот к чему-то, когда стремишься, да, иногда сам процесс интересен просто, да? Да, 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 сам процесс. Сам процесс, вот, когда в этом вот, в работе, в процессе, не знаю, ощущаешь, вот желание быстрее бы, вот, пускай этот день пройдет, ну, как обычно, ночь уж надо спать, да, вот, а с утра опять взяться за какую-то работу, продолжать ее, чтобы был результат. И вот самое, ну, такое вот обидное, что ли, когда вот работа уже закончена, понимаешь, что ты все сделал, есть какой-то результат, в душе такая вот пустота, просто пустота, провал. А что же дальше, чем же дальше заняться, какую тему взять, и хочется и то, и то. Я неоднократно говорил, что, ну, в голове идей полно, вот, генератор такой работает, главное их воплотить, суметь успеть, успеть воплотить. Спасибо, Леонид, сегодняшнюю встречу, за этот интересный разговор. Спасибо и вам. Что такое жизнь? Испытания, муки, страдания? Или радость, удовольствие, счастье? А разве бывает только что-то одно? В жизни нередко все переплетено и чередуется. Светлые дни мы принимаем как должное. В периоды с оттенком черного, кажется, земля уходит из-под ног. Поднимая глаза к небу, спрашиваем, за что? И для чего поправляют люди мудрые, прошедшие сквозь череду жизненных испытаний и понимающие, что каждое таковое — урок?